Со стен лаборатории очистных сооружений взирает горный козёл, а за микроскопом сам Шпектор Игорь Леонидович. Член общественной палаты страны, своеобразный аксакал в вопросах ЖКХ. Рядом плакат с надписью «У нас всё под контролем». Словно работники лаборатории убеждают ревизора в чистоте бросов воды на выходе. Шпектор словам не верит, а верит собственным глазам. Вот, смотри-ка. Червей вообще не вижу, да? Ничь от их не вижу. Ни лосом, ни матором. Ну, не вижу сейчас. Когда вы её убрали? Сегодня у меня за годы убрали. Во сколько? Ну, наверное, полчаса назад. На поверхности воды плавают белоснежные кряковы. И это там, где происходит очищение канализационных нечистот. Здесь их обеззараживают ультрафиолетом. Осадок ила сгребают в центр вот этого сооружения. Первичный отстойник. Чем-то напоминает часы с огромным циферблатом. Работает круглосуточно. Здесь его используют с 1974 года. Простненько, но надёжно. В целом, состояние объектов ЖКХ в регионе особых нареканий не вызывает. Единственное, что это модификация. Вот взять хотя бы эту установку первичной очистки на южных очистных сооружениях. Единственное, по стране сейчас используются более модифицирные ножи, которые счищают ил. Они находятся на самом дне этой установки. Модифицированные ножи, по-другому их ещё называют скребки, используют, как правило, в двух столичных регионах. Они быстрее очищают воду от ила. Если брать периферию, то наличие очистных сооружений во многих регионах – роскошь. То, что есть в Астрахани, несмотря на внешний вид, Игорь Шпектр называет не иначе, как сказкой. Почему сказка? Потому что полстраны сбрасывает воду без очистки в реки. То, что мы видим – это хорошо, это не неплохо. По крайней мере, оборудование работает, что часто мы приезжаем, отстойники стоят, и лоскрёбы не идут по рельсам. Здесь всё работает. Однако не стоит забывать о периодическом ремонте, добавил Игорь Шпектр. В прошлом году ревизор проинспектировал таким образом 74 города. Обо всех проблемах докладывал на самые высокие уровни. В этом году политический деятель планирует превысить прошлогодние достижения и приурочить его к своему 80-летию. Артём Лепёхин, Вадим Матасов, Центр новостей.